Всем привет! Вы на канале Анастасия Флэшка. И сегодня я решила расхламить свою обувь и обувь Олеси. И когда я всю обувь достала из разных шкафчиков, из разных комнат, я просто обалдела, сколько у меня её. Я её вчера всю перемыла, но вчера было уже поздно, я не стала снимать. А сегодня суббота, отличный день. Кстати, на улице тепло, обязательно гулять пойдём. И я решила тут разобрать, что-то дать нужно. Ну, короче, тут очень много всего. Безумно хочу себе белые кроссовки, но меня всегда пугает наша грязь на улицах. Вчера с Олесей мы гуляли по проспекту Кирова. Кроссовок сейчас продают очень много разных классных, но, как всегда, нет моего размера. У меня 41 размер. Я девочка не маленькая, я уже это говорила. Почему-то многие думают, что я маленького роста, хотя я всегда говорила, что у меня рост 175 см. И я надеюсь, что наконец-таки пришла весна, великолепная погодка за окном. Солнышко светит ярко, сразу настроение повышается. Хочется уже летней обуви, уже хочется не носить куртки, сбросить всю эту лишнюю одежду. Хочется свободы, лёгкости во всём. И я надеюсь, что больше не будет снегопадов, потому что только ещё неделю назад у нас был очень бурный снегопад. И просто навалило вот столько снега. Ну и давайте я вам покажу свою обувь и будем вместе расхламляться. И вам тоже желаю заняться расхламлением. Вот сколько обуви, сколько коробок. И это при том, что я ещё не всё достала. Да, обалдеть. Помните, марафон был у меня по расхламлению несколько лет назад? Года три или два назад я его проводила. Так вот, мы с вами расхламлялись по очень популярной книге Мариконда. Магическая уборка. Вот, вспомнила. Очень классная книга, всем советую прочитать. То есть, смысл в том, что нужно всю обувь куда-то выложить в одно место и посмотреть, сколько у вас накопилось обуви и расхламиться. То же самое касается с одеждой и другими предметами. Так вот, есть тут вообще обувь, которую я не ношу. Вообще, хотела я себе ботильон купить новый, но так и не купила. У меня, да, много чёрной обуви. Кто-то мне там писал в инстаграме, что да. Ну, потому что зимняя и весенняя-осенняя обувь у меня в основном чёрная. Вот, потому что чёрную обувь можно легко сочетать с любой одеждой. Да и сумки у меня в основном чёрные, все такие. Короче говоря, здесь вот весенние мои любимые. Полусапожки, как их назвать. Вот эти мои любимые зимние сапоги. Вот эти новые я купила. И там уже на совсем холода-холода дутики. Такс. Белые. Классные, они очень тёплые. И зимой в них вообще ходить самое то. И вот это, я думаю, даже, наверное, я отдам маме или знакомым. Потому что в хорошем состоянии обувь выкидывать жалко. Вот. Также я избавлюсь вот от этой обуви. От этих сапогов. Потому что они уже очень старые. И я на таких каблуках обычно не хожу. Для меня высокий каблук. Я вообще каблуки не люблю. Вот. Потом... А, вот эти, кстати, кроссовки новые у меня. Обалденные. В них очень комфортно и классно. Нашла я всё-таки 41 размер. Классные вообще кроссовки. Мне не очень понравились. Так. Вот эти я покупала в Москве. Но они очень неудобные. Я поняла, почему. У них плоская подошва. Я люблю всё-таки, когда пятка приподнята. Мне в таких удобнее. У меня ещё и плоскостопие. Вот эти кроссовки мои любимые. Они обалденные вообще. Они суперудобные. В них ходить очень классно. Ноги не устают. Так. Вот эти, кстати, я вообще надевала всего 2 или 3 раза. Очень мало носила. Туфли я тоже надевала такие раза 2-3. И то на фотосессии. Вот эти туфли у меня вообще для фотосессии. Так. Летняя обувь. Сандалии. Очень удобные. Вот такие. Вообще суперклассные. Удобные. Я очень довольна. Я их купила как раз тем летом. Вот такие. Тоже очень удобные. Потом. Вот эти я не ношу. Я думаю, наверное, я их выкину. Или я дам кому-нибудь. Они новые. Я их, мне кажется, пару раз всего надевала. Вот эти кроссовки очень неудобные. Я их прямо выкидываю. Вообще они вроде красивые. Но они очень неудобные. Они тут и блестят. Так-то они прикольно выглядят. Но в них совершенно некомфортно. Так. Что еще? Вот эти, кстати, я так никто и не забрал. У меня я выставляла на вид, на Юлу объявления. Такие туфельки. Босоножки. Как они называются? Ну, короче, вы поняли. Надо отдать. Потом здесь у меня вот такие босоножки. Тоже я их редко носила. Очень редко. Потом черные. Кстати, вот эти очень удобные. Вот. Но летом, именно летом, я люблю светлую обувь, светлые тона в одежде. Такое голубое, розовое, белое. Летом самое то. Вот эти сапоги Олесина мы покупали зимой. Она их убила в хлам. И на следующий год они будут уже маленькие, я чувствую. Но думаю, пока пусть постоят. Полежат. Я их сейчас буду все складывать и убирать в коробки. И в пакеты. А потом мы ей купили вот на днях вот такие кроссы. Очень классные. Такие удобные, дышащие на лето. Но вообще не классные. Мне прям понравились. Вот. Новые сандали купили вот такие вот. Вот эти туфли я, наверное, вытяну. В школьные туфли. Потом еще вот такие кроссовки. Фаберликовские. По-моему, если я не ошибаюсь. Эти кроссовки ей уже такие кеды малы. Вот эти я выкидываю. Эти сланцы стали маленькими. Надо купить, будет новые. Вообще хорошие сланцы. Дешевые, хорошие. На пляж летом гонять самое то в них. Так, еще у нас с Олесей тапочки. Вот такие классные, одинаковые. Вот мой тапочек. Я хожу в тапках дома. Мне так удобнее. Хотя мне сказали, что лучше ходить босиком. Вообще без носок. И тут также я собрала зимнюю обувь, которой Олесе уже мала. Буду это все отдавать знакомым. Вот. Что еще у меня тут? Та-дам-там-там. Вот это я прям на мусорку отнесу. Что-то у меня тут завалялись сланцы. Но сланцы неудобные. Я в таких не хожу уже. Раньше я прям не ходила. Там еще балетки белые. Так. А тут еще нам отдавали знакомые обувь. Но Олесе она еще пока большевата. Это на 9-10 лет. Тут вот такие прям вообще в шикарном состоянии. Балетки, кроссовки, тут сапоги. Вот эти вообще самые дорогие зимние сапоги. Они стоили в районе 15 тысяч. Они мне безумно понравились. Я была ими очень довольна. Но косяк тут тоже есть. И знаете какой? Это подошва. В них безумно скользко. Вот такие каблуки я люблю. Вот такие каблуки я ношу. То есть они устойчивые. В них комфортно, удобно. Вообще сапоги просто суперские. Но в них безумно скользко. Я прям как раз зимой в них грохнулась. У меня очень болела нога. Был огромный синяк. Итак, вот эти все сапоги я сейчас буду черные мазать кремом. Потом они пропитаются. И завтра уже буду все расфасовывать по коробочкам, по пакетам. И убирать в шкаф на хранение. Потом я тут что еще собрала? Вот это я дам кому-нибудь. Вот это я выкину. Это я тоже отдам. Сапоги Олесины. И вот эти я сапоги выкину. Потому что они очень неудобные. А вот эти, может быть, сапоги зимы я дам маме. Потому что у нас с мамой одинаковый размер. Сварок первый. Просто у нее нога пошире. И поэтому, не знаю, подойдет ей или нет. В любом случае, я ей отдам. Она уже сама решит, что с этим делать. Потом, когда начнется пляжный сезон, Олесе я куплю новые сланцы. Пойдемте дальше. Тут вот такая прихожая. Обувница вот такая, этажерка. И тут еще Олесины кроссовки стоят. Которые тоже очень старенькие. Уже, так сказать, поюзанные хорошенько. Но они светятся, кстати. Очень прикольные. Кстати, я все кроссовки обычно стираю в стиралке. Вот. Нужно будет сейчас помыть. Здесь все тоже. Навести порядок. Вот эти вот тапочки. Ой, сланцы у меня для гостей обычно. Эти кроссовки я выкидываю. Они старые очень. И тут у меня тоже тапочки для гостей. И сейчас тут тоже нужно все помыть, протереть. Еще вот тут надо будет убраться сейчас. Потом нашла еще вот такие вот туфли. Или как их назвать? Маме Адам. Я их уже тысячу лет не носила. И надевала их всего лишь два раза, мне кажется. Давным-давно я их покупала. Вот. У меня здесь еще классная вот такая есть пропитка для текстилей гладких и ворсистых. Кош. Водоотталкивающая. И еще дезодоран для обуви освежающей. Очень нравится мне от Фаберлик. Спортивную обувь. Обувь брызгает самое то. Так, ну все. Я убираться, натирать все кремом. И увидимся с вами через 20 минут. Короче, да, давненько я не расхламлялась. Что я еще тут нашла? Тут у меня есть вот такие одноразовые тапочки беленькие. Еще я нашла спортивную обувь, которую я вообще уже забыла про нее, что она у меня есть. Вот такие кеды черные. Я их выкину. Я их уже тоже давненько не носила. Тут еще что я нашла? Блин, тут оказывается маску у меня была. И круг надувные штуки на лето. Вообще забыла про них. Они обычно у меня там, в другом шкафу. Так. Ладно. Нашла я еще вот такую розовую сумку. Я ее отдам маме. И вот эту, думаю, так-то она прикольная. Но сломался замок. Нужна она мне или нет? Нет, она мне не нужна. Пожалуй, тоже. От хлама надо избавляться. Запоминайте. И избавляемся от всего ненужного. И оставляем только все самое лучшее. Раньше, когда у меня не было денег, мне приходилось покупать дешевую обувь. А куда деваться? Сейчас я стараюсь покупать более качественную, а самое главное комфортную и удобную обувь. Кстати, хотела вам рассказать. Мне из Фаберлик очень нравятся вот такие влажные салфетки. Быстрое очищение и уход. Вообще супер. Потом вот такая мини-губка у меня есть. Уход за обувью для замши и нубука. Я вообще не поняла ее смысла. И вот эта губка мне совершенно не понравилась. Влажные салфетки. Вот эти вот супер. Также у меня вот такой крем. Я его, кстати, очень давно покупала. И губки. Короче, представляете, Олеся сегодня пошла в кроссовках гулять. Она там вляпалась. Очень сильно по колено в лужу залезла. Просто мокрые кроссовки насквозь. Я сейчас туда насыплю порошок, закину в машинку. И потом посмотрим, что будет. Они прям мокрые насквозь. Я их сейчас еще намылю. Буду стирать порошком фаберлик, который классный. Вообще отстирывает все. Хотела вам, кстати, еще показать. У меня вот здесь была прям желтая занавеска. Особенно внизу от воды. И я ее постирала. И она обалденно чистая, белая стала. Также я отмыла вчера всю ванную. Занавесочка идеальная. Теперь вообще чистая. Супер. Ну, порошок от фаберлик вообще мне очень нравится. Отстирывает. Очень хорошо все пятна. В итоге я прям туда добавила порошок внутрь. И сейчас я поставлю на... Смешанную ткань, наверное. Поставлю на 30 минут. Да. Жалко, у меня нету здесь такого режима. Спортивная обувь. Вот так вот. Так, ну что. Сейчас посмотрим, кроссовки отстирались или нет. О, какие они чистенькие. Вообще класс. Стельком, по-моему, пипец. Нужно новый будет купить. А так хорошо отстирались. Сейчас я их буду сушить просто на батарее. Пока у нас еще отопление не выключили. Посмотрите, как идеально отстирались кроссовки. Я обувь освежающий от неприятных запахов. Сейчас еще туда немного его. Побрызгаю кроссовки. И пусть еще на батарее у меня до завтра они посушатся. Все эту теплую обувь я складываю вот таким образом в коробке и убираю на хранение в шкаф. В глубину. Короче говоря, перемыла я всю обувь. Все убрала, сложила. Теперь у меня чистота и порядок. Везде полы помыла. У меня спина отваливается. Очень болит. Вот так это выглядит тут. Это я соседке решила дать обувь. А тут очень много обуви маме. Плюс сумку. Кстати, сумку, по-моему, эту пляжную она мне дарила. Я, кстати, тут и все шапки, перчатки, шарфы разобрала. Тут у меня тусклый свет такой в прихожей. И сложила все аккуратно. Здесь все сумки в этом шкафчике у меня. Тут стеки, тапочки одноразовые. Вот это классная штука. Кисушилка для обуви и средства для обуви. Все. Все коробки и обувь я запихнула в шкаф. Он глубокий. Вон туда. У меня теперь чистота и порядочек. Я довольная. Всем желаю тоже легкой уборки и всего наилучшего. Всем пока-пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok